Так, ну я Открываю чат Отлично Слушает сам Ну ты чат можешь не открывать Я так буду вопросы задавать Мы сейчас с тобой будем играть Я говорю Мужчины подняли настроение На работе Есть ощущение праздника присутствия Никакого ощущения праздника Только головная боль Я понял, я надеюсь не серьезно Сможешь бои провести С нами общаться Ну все отлично Чудненько Ну хотел тебя поздравить Ребята, которые смотрят стрим Соклановцы в том числе твои Присоединятся Хотел тебя поздравить С отличным праздником Днем 8 марта Хороший весенний праздник Преддверие весны Когда все цветет, расцветает Просыпается любовь в людях Так что любви тебе, Ева Вот прежде всего Спасибо Я думаю Она и каждому человеку Не помешает Так что так Ну давай Как будем двигаться По какому сценарию Я предлагаю побегать Просто на сценировочку Вот Так как ты У меня, так скажем, гость Я Предлагаю тебе Как сделать Мы сейчас Я сейчас создаю отрядик Вот Добавляю тебе туда Ты можешь с собой Пригласить пару человек Которых ты знаешь Вот Если хочешь Можно я тебя перебью? Да Я просто человек такой Который играет давно в клане И я уже давно Не перевариваю Эти инсценировки Может сразу войну? Нет Войну мы не будем играть У нас сегодня речь В принципе Не о клане Идет У нас речь идет О девушке гейме Вот Ну ладно Поэтому Мы будем идти по такому сценарию Так Я сейчас тебе добавляю Ты можешь с собой взять Своих лучших друзей Так скажем Ребята Кто хочет с нами Пробежаться Пишите Ники Я вас тоже добавлю И участвую В этом бою Вот Приглашай своих друзей Вот В отряд Смотри У нас пошли вопросы Вот первый вопрос По какому принципу Ты выбирала нацию Тебе вот задает человек Рашен Вот Вопрос такой Ну я человек Ну патротка Одним словом То есть Ну Поэтому я беру СССР Потому что Я не люблю Американцев И Просто не знаю Не переношу немцев В принципе Логично Я как бы тоже По такому пути Так скажем Иду Вот Так что Понятно Так Ребята Задавайте Вопросы Присылайте Ники Кто хочет С нами Поиграть Ева Ты кого-то Будешь Добавлять В отряд Да Давай Сейчас Давай Давай я Отряд Созан Потому что Я не могу Приглашать Ну давай Тогда Ребята Кто будет Ники Присылать Тут Значит Я Если Что Тебе Перешлю Ты Добавишь К себе Грузя И Добавишь Так Сделай Давай Окей Создавай Создавай Так Отлично Я Готов Жму Так Ну я Не знаю У кого Я просто Всех Друзей Пока Кину Приглашение На первый Пой Наверное Хватит Или Или Нет Нет Я не могу Только Четырех Человек Так что Давайте Пишите Ники Кто Ну Смотри В ВК Сброшу Ник Человек Добавлялся Мы Разорвали Бой Когда Запишла Сейчас В ВК Сброшу Или В ТС Ты В ВК В Игровать Чат Мне Напиши В личку Я ТС Пойдет Все Ладно Получила Нет Нет Вичка У нас В ТС Не работает Ты Раз Читает Читает Не Нифига Не Давай Так Господи Я Поэтому Думал Что Ты Раньше Придешь Мы С тобой По Нормальному Все Обговорим Протестим Я Ужасно Извиняюсь На работе Проблема Да Ладно Забей Ничего Страшного Это Нормально Слушай Я Отправляю Тебе В нашу Переписку ВКонтакте Мне Проще Так Отправил Никнейм Возьми Того Человек Он Хотел Поиграть Правильно Ну Я Надеюсь Они Меня Через Твич Тебя Видят На Гуд Гейм Тебя Видишь На Ютубе Тебя Видят На Туче Нет Просто Чтобы Он Видит Мой Ник Видит Видит Титман Я Твой Ник Сбросил Я Час Тебя Добавить Так Что Ты С нами Поиграешь Ну Ева Добавились Ребята Кто Хитмана Пока Бери Больше Запросов Пока Не Такой Вот Вопрос Ну Как Б В принципе Тоже Нормально Ничего Нет Есть Ли У тебя Парень Или Может Будь Сам У Ева Нет Парня Нет Я Просто Печатаю Парня Нет Так Что Ребята Место Как Бакам Потому Что Сердце Свободно Вот Так Что Может Можете Попытать Удачу Вот Девушка Очень Симпатичная Вот Фотографию Видел Интересненько Ну У меня Жена Жена Пока Жена В другой Комнате Поэтому Не могу Пока Тут Говорить За трещинами Вот Так Ну Что Там У нас Отряд Формируется Без Обеда Так Я Что Не могу Найти Этого Хитмана Хитмана Слушает Своим Ником Явно Проблема Большими Буквами Как Я тебе Отправил Сейчас Да Эти Большими Буквами Это Хитмана 77 Он Там В игре Маленьким Становится Ну Как Попробую Еще Раз Уважим Парма Просился Просился Так Что Там У нас Пока Чатик Посмотрю Интересные Напросики Так 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 Ну Особо Интересных Вопросов Я Не Вижу Тогда Я Тебе Вопрос Сам Задам Смотри Как Ты Вообще Давно Играешь Какой У тебя Опыт В Этой Игре Ну В Этой Игре У Меня Наверное Сейчас Подожди Раз Можешь Меня Сделать Потише Потому Что Через Тебя Себя Слушай Мне Немножко Неудобно Так Ну Главное Я Люди Слушаю Честно Просто Как Идет Как Эхо И Я Немножко Сделал Дуб А Да Все Ну Что там Сформирование Отряда Где Где Твои Бойцы Приглашение Я Ему Отправила Хитмана Ждем Хитмана А потом Ну Кто Еще На Отвече Никто Не Пишет Или Где Ну На Отвече Я Особо Запросов Не Везу Давай Своих Бойцов Кто Хотел Закланов Ребята Забиваем Все места И Давайте Перейдем К Игре Ребята Уже Опухли Сидят Уже Час Мы Короче Подготовки Проводим Сейчас я по друзям Полистаю Кто не Поет И Тех Приглашу Давай Если нет Тогда Ну Побежил В таком Составе Я думаю Ничего страшного Добавьте Доброту Доброта Добавит Тебя Сейчас Я тебя Вышлю Сейчас Я тебе Еще Доброта Только Давайте Чтобы Нормально Уиграли Чувствую Нам Сегодня Будет Противостояние Оказано Хорошее Так Сейчас И чтоб Ты Я надеюсь Ты ник Правильно Написал Так Вроде Правильно Так Доброта Отправил Парень Просит Сейчас Я тебе Доброта Заодно Себе Добавлю Да Есть Так Доброта 83 83 Года Рождения Это Нормально Так Добавил Друзья Добавил Доброта Прикольный Таник Так 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 Ну что У нас Два местечка Дальше Два Местечка Доброта Сдавайте Пока Ребята Вопросы Я их Пока Я смотрю Читаю В любом Случке Интересно Я Буду Озвучивать доброта 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 прям такой добрый ник грех человека так еще есть чат в игре и и ты мне лучше то так уж скидать потому что в контакте когда переписываете это довольно долго окей давай так вот вижу тебя вот сейчас тебе еще одного ты доброту нашла? да он зашел уже так ну вот еще один человечка получится его добавили у нас получается в принципе отряд сформированный так пока там формируют так скажем в общем как вам пантера бомбит ну меня не бомбит пантера я их обычно как бы бомблю я на танке не играю у меня только один вариант подкрасться и поставить на него магнитки по этому принципе ну интереснее интереснее стало сложно сложно танк такой за ним приходится еще побегать так это человек уже подобран говорит ну значит свободен ну давай тогда побежали уже в каком составе а погоди сейчас стоп сейчас секундочку сейчас мутобор сейчас он тоже там в течение стрима просился мутобор я надеюсь только ты выгрешил у нас на время не терялось сейчас девочка вышла сейчас господин у меня в целом 1000 приложений вот тебе там уже передают привет и пишут чтобы ты тащила по полной так мутобор ты у меня где а ты у меня на ютубе сейчас тут же еще эти чаты блин на ютубе не зашивается в общий чат башку сломаешь сейчас мутобор 9 так вот такого вот такого попробую нет такого нет все помчали давай запускай игру давай большую карту большие карты на твой выбор что тебе нравится давай запускай а нет нет подожди вот он городе он приглашен да он пришел все мутобор давайте быстренько жми кнопочки и ребята уже побежали у меня прямо уже чешутся ручки ну что у нас потихонечку народ добавляется всех рад приветствовать гостях сегодня у меня ева вот девушка играющую герои генералы прежде всего во вторых так скажем это админ клана кгб вот но слушать тут ряд как бы вопросов поступило пока мы отрядник формировали готова отмечать так конечно но я не админ я модератор ну хорошо по крайней мере участница так скажем клана кгб вот искал долго девушек вот которые играют не такой то просто вопрос вот сегодня сегодня меня засыпали так скажем разными вариантами до этого было так скажем не очень просто тот отказался и так далее вот его молодец согласились вот тебе задает такой вопросик по поводу какое твое вооружение любимую чем ты будешь играть в эту игру люблю мосина но мосина после какое-то обновление его порезали и сейчас оно не такое же ваншотное как раньше так что можно сказать то что у меня два любимых оружия это ппс и мосина то есть ну по сути имба так скажем представлена в игре да да понял ну как бы слушай ну наше мнение с тобой совпадает для меня тоже самое любимое ствол это мосинка вот я считаю вообще очень продуктивный в умелых руках но ппс конечно тоже незаменимый ствол на зачистках особенно у тебя какое вообще звание чуть не глянул майорки да да ну это круто слушай я до сих капитан майор уже но если честно это не мое звание это по идее аккаунт моего братишки и как-то он ну я как-то начала в эту игру играть а потом как-то он подсел на нее и забрал у меня аккаунт и примерно он играл ну код качал ну так потихонечку а у меня тогда компьютер сгорел и я его чинила примерно полгода ну там по средствам не выходила ну понятно потом прихожу думаю не было с кем играть и тут появился клан кгп очень добродушный все добрые приветливые и крупья молодцы парня приятно слышать я их очень люблю ну я с ними так скажем тоже стримил с лидером клана мне в принципе тоже как бы понравилось и организация сама в общем ну достаточно неплохо по крайней мере во время стрима они все показали так далее ну и плюс совет играть на совету нравится что тут душой душой кривить вот люблю именно за совет хотя вот начал прокачивать американ что сейчас бросил потом опять вот с германию в ходе стримов то есть приходилось мне играть ну внимание на стриме можно по идее поиграть за разные классы у меня есть и американцы вот только потому что у меня практически игра за американцев а я играю за ссср ну и раньше ценится немножко играла там немножко прокачивать так что можно попробовать все классы с ссср и немцы и американцы я как раз вспомню как за них играть я понял ну я думаю сегодня как без советов однозначно побегу вот я думаю тебе однозначно непривычно и удобно слушая до этого вот как 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 твоя герн геймерская скажем позиция сформировалась как в игру пришла на это детство у меня есть три твоюрный брата с которым я очень часто общаюсь и в детстве я часто к ним ездила и у них было два компьютера в доме но они меня каждый раз сажали там играй поиграй в это поиграй в этом и как-то знаешь сейчас вообще жить без этого не могу я понял то есть подсадили текущих на наркотик да я понял ну слушай прикольно оно да герой генерал во что играл были какие-то успехи так скажем активные да да в World of Tanks играла то есть именно получается как бы реально стрелял короче нравится да ну такие популярные игры сейчас я подожди игру потише сделаю и тебя вообще не слышу да ладно да ребят напишите как как наслышно вообще в общем на стриме что одно дело там индивидуально там что и так и другое дело как у вас там все это происходит да что это там вот это нормально так но вроде все нормально теперь но все хорошо там на c2 два человека никаким чудом убили сейчас я и нет слушай а как ты вот относишься удавающийся блин смотрите она 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 двоим нахиляла в голову вообще просто вообще раздала спокойно меня убил там в машине ехали четверо человек твоих покосала и твоих убила ну блин спасибо за кланов супер лайц молодец добил твоих счасть молодцы слушай но больно крупу крупу ну да хорошо как это есть люди которые готовы прикрыть вас ну да да в общем я то так скажем грубый там любитель у меня самого клановского опыта как бы особо нету команды ух ты ух ты вот они свет сверху еще еще один чуть-чуть на 11 часов так ладно не хочет покуда у меня работать возьмем комочек попытаться снимать вот у меня сейчас 0 2 а у его у нас уже 2 1 кто тебя поймал где-то достали ну со спины как всегда немцы со своими гильерами ненавистными сейчас смотрящие нас немцы кстати напишите пожалуйста в комментариях вот как вы если кто играет за немца как вы умудряетесь франшотом забирать полного флоу человека я просто иногда не понимаю этого просто я иногда бегу мне в спину прилетает один патронский вера и я просто умираю хотя у меня были полные хп то есть не в голову попадает в спину нет не в голову в спину просто стрелять я не знаю еще все ну у меня как бы вроде таких случаев не было может быть знаешь на самом деле может быть сильно еще какие то сами баги игры бывает курьезная ситуация совершенно непонятная возникает периодически угу вот я вот один раз реально убивал вот и вы хоть и исследование мы проводим двоих человек с одного выстрела то есть было такое на последнем видео там делал такая же была похожа ситуация специально несколько раз присмотрел но оказалось что нет оказалось что просто кто-то другой еще в этот момент подстрелил так но я у них тут на базе оказался но нет плодятся размножаются так что в принципе можно потихонечку на c1 перемещаться и закрывать так мы смотрю выдвинулись там да ну вроде выдвигаются по лесу только не особо как-то а вы часы можно задавить потому что тут одни танки ездят если мимо не проскочить можно захватить . а а а ты уже а ты уже на ушла я после первой смерти сразу на пробежала потому что там на алине никого нету а а все понял да логично конечно нам бы не хотелось это перед так мы еще попытаемся c1 закрыть что тоже было бы полезно ну я если что забираю мати хорошо я к тебе сейчас еще что-то вернусь сейчас есть у нас не получится порабить и поражать так ну что там у нас нормально для начала неплохо так хитман дружище жизни так давайте мне что это автоматическая парня вот она так подскажите ребята спрашивают там товарищ по поводу где поменять язык ну я так понимаю ты наверное через браузер играешь там настройка все должно быть смотри внимательно у меня тоже проблемы были там при установке ты язык выбираешь вот так слушай ну нам удалось . мы дожали точечку сейчас мы пойдем к вам туда ел добрали цели не да да забрали мы все понятно так что и ох 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 блин рапешка это ты зря на потащил это одеяло давай поехали ну ты как ежедневно вообще его так сказать тренировки и реальные бои проводите я смотрю так частенько как в друзьях появилась с тобой по поводу этого стрима стыковались я смотрю это в принципе практически каждый день уже играешь плотненько так вечерком да ну герои частенько я сейчас играю но уже начинаете немножко порно их да понятно бывает 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 да ну в среднем у людей получается полгода год потом начинают что-то новое не искать а ну вроде вообще нормально да у нас ну да я уже понимаю то что это будет да отличный бою так что ребят кто хочет нам еще поиграть давайте пишите ники сейчас мы пока выйдем нишку так что там у нас получилось на это посмотрим у меня 5 3 у хитман красава на первом месте с потерями развалил отряд его случайно ну так наделось еще раз не торопись а то сейчас будем опять народ полчаса собирать так его у нас 4 3 тоже нормально молодец вот хитман красава никого не умеет так лучше ты создавай давай окей я вот сразу так и предлагаю так окей советский союз вот он так сейчас тебя первую ребятки кто еще хочет продолжить с нами сейчас мы пригласим тех кто с нами играл вот давай хитман красава на первом месте я возьмем так ну тебе пока такой вопрос пока мы там собираем откуда ты спрашивает ребята я из Казахстана из Казахстана да ну что у нас страна как говорится была большая много людей с разных с разных ну да страна большая но численность довольно маленькая на девятом месте стоит по площади с ком так хитман что-то скачу как хочешь комович комович добавил ребятки кто еще хочет давайте 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 добраться доброта восемьдесят три хочет продолжить сейчас доброта добросим тебя вот слушай у меня вот такая вот мысль а ну ладно сейчас давай вопросик так нет вопросик не подойдет вопросик такой как ты думаешь было бы интересно если вот собрать девушек может быть которые играют и создать специальный клан отдельный подожди повтори если собрать собрать девушек которые играют ты хотела бы быть в таком клане где вот были бы вообще там одни девушки допустим которые действительно играют в эту игру там и так далее было бы интересно для вас для женского состава представителей этой игры ну я не думаю так потому что собрать команду из девушек это довольно очень трудно и не факт то что они сгруппируются или как-то слаженность какая-то короче думаешь с мужиками думаешь с мужиками короче как-то получше да легче договориться скомпоноваться или мужчины более с ними общаться довольно легче да и не более организованы чем девушки вот понял слушай ну а у меня твоих ребят нету практически я бы твоих ребят мог пригласить у нас есть два места ребята пишите еще кто хочет еще поиграть вот так в каком направлении если нас кто нибудь смотрит из моего клана напишите да напишите да да давайте так сделаем подождем пока минутку на вопросике ответим потому что люди еще задавают вопрос задавают мы заговоримся волнуюсь в каком направлении движется клан на глобальной карте вопрос ну недавно у нас вышел вопрос даже как разногласия наверное с кланом союзный кланом продали мы поменялись с ними местами потому что вроде по количеству игроков у них больше число и они перешли на острова а мы перешли ну на южную сторону наших границ потому что там защищать довольно легко даже думать ни о чем не надо защищать точки потому что здесь в основном идут идет кишка но две кишки которые надо давить а на островах там более тяжелее потому что там городов очень много и лазеек ну кого окружить или ну например можно окружать несколько городов а потом просто шагэшки даже не поворали и не по количеству поиск убирают а просто потому что я пишу тебе реакцию такое хиле тебе плохо становится сложно плохо тебе в конце слышно стало возможно интернет теряется или что-то происходит там ты меня хорошо слышишь нет я тебя хорошо слышу я просто пытаюсь наушники немножко снять потому что я все равно слышу себя и немножко так мысли они идут понял понял так ну что-то я никому не вижу от твоих от твоих тоже не вижу ребят ну наверно своих вначале сейчас лучше не тревожить потому что они наверняка играют в подарки они заняты да ну тогда жми готов побежали побежали раз у нас как бы никого нет ничего страшного побежал в таком составе в любом случае может там не вчетвером там кто-то с нами еще будет я вообще как бы частенько бегаю один ну давай какую карту из больших тебе предпочти давай парни так аэродром да аэродром который старый да не новенький блин старый ну я вот тут не ориентируюсь а есть передовой аэродром большая карта а есть аэродром не передовой аэродром это маленькая поменьше которую карта царь горы вот аэродром если ничего не путаю ну ладно поставим так еще какого поставь два аэропорта пусть все они не будут окей так а город тебе не нравится город город на горе можно и ну можешь всех поставить мне как то ну все втыкаем короче все парни по полу зарядили больших карты по начале на подбор и тут тебе пишут по поводу одной пули то что пишут что типа скорострельность бывает что два раза типа могут успевать и верши скорострельность достаточно типа могут два раза выстрелить поэтому так попасть и ты можешь на самом деле тоже в принципе вполне реально ты можешь слышать как бы один выстрел да это что касается как расслабив игры а пули может да наверняка это просто звука в игре да да что тоже что тоже как бы не редкость я бы даже не сказала то что у меня прям такой супер интернет и супер компьютер то это наверняка возможность вполне вероятно так я тут вижу спроси у Евы про геннадия головкина я знаю геннадия головкина это казахстанский боксер и весь казахстан гордиться и понял отлично молодежь если я не слушаюсь то я просто не не стал читать потому что побоялся что возможно какой-то подвох содержится не стал ничего спрашивать вот это получается ваш какой-то боксер да известно я как бы от мира от мира бокса далеко вообще так что парни давайте задавать там вопросы желательно нормальные чтобы у меня там не возникали сомнения чтобы девушки ну тут пишут возможно это еще это из-за пинки это наверное носят одного патрона ну да вполне возможно слушай ты говоришь что ты начинаешь ну как бы чуть надоедать надоедать сейчас вот во что-то новое переходишь нет никак я сейчас вообще по моему ну очень так в игре что-то постоянно забываю времени не хватает только вечерком и то держусь в герое чтоб просто полночаса кланов я понял то есть грубо у тебя сейчас жизнь чуть-чуть в другом ключе начинает бить да уже времени начинает чуть не хватает так времени меньше чем ну ясно так ну отлично на какую точку пойдем давай я рядышком с тобой был чтобы мы как-то вместе держались так давай наверное на c3 пойдем сейчас посмотрим кто где появится кто так не это верно лучше на пойти потому что много на цепи пошли давай нам дышку так так ну что вроде нормально в этом вроде все включил парни на средне слышно ну что мисковайн я нам твой вопрос задал можешь еще новый задавать не грусти там что скажешь про вот это новое обновление пробовать для меня это даже не обновление просто так знаешь просто и все доставки меня вообще-то малозначимое не затронула ну да вот как раз грубое про это и мой видос фактически грубое советов практически никак не коснулся да у меня поиски нету так что это обновление точно меня не касается ну она у меня есть но как бы я результат в этом стволе тоже совершенно не увидел никакого не знаю я хочу ее купить но просто есть пробовать потому что все очень хвалят ее хвалят ну не все но я не хвалю у меня что-то с ней как-то вообще никак пока отношения нет не складывается скажем так все кроме тебя да да наверное да возможно я такой исключитель но на самом деле как показывают комментарии к видео у многих с ней возникают проблемы да я зачастую подпираю афс ну бывают сборки которые неудобные бывают удобные сборки не знаю надо найти свое да да просто найти у меня на самом деле просто реально по-разному бою с ней складывается бывает так будет совершенно по-другому бывает она прям реально нарадоваться немножко она тащит и тащит ее бывает просто вообще не идет так что у меня как-то да у меня как-то так с ней неровно поэтому а я люблю ровненько поэтому что мучиться правильно надо играть с тем с чем получается по сути у нас же игра для чего для того чтобы удовольствие получать блин меня сняли откуда-то по правой стороне там шастает на американец правее b2 так я уже на цепь потому что ну вроде наши очень пострадают я на c2 ну вот и быстро я с тобой не успеваем ужинаться ну просто уже привычка склада идти на точку который которая слабее идти на точку заранее нет чтобы стрелять и не дать захватить точку противнику я не стремлюсь захватить точку потому что это довольно глупо там есть рандомы для этого вот так вот учитесь щеглы я тогда скорблю своего позволения у меня он это опять нагнули на цешке там на втором этаже какой-то товарищ да так что парни хотите нормально играть вступайте в хорошие кланы вот они есть в каждой нации как показали мои стримы вот есть и за германию достаточно неплохо люди играют есть и за америку и за советовую допустим я лично проверил кланг эгбэ рекомендую тоже ребятки очень 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 даже хорошо играет так ну ладно мне тут можно забирать можно можно только я все никак с места не могу тронс прикинь мне просто мульти такой вопрос без кубки шагыш а я могу иметь шагашек на глобальной карте примерно 9 вроде или 8 вот вот опять ну вот к примеру сейчас у меня были полный хп выбегает американец с м1 гарант и просто с одного патрона как то меня я не знаю как это объяснить но он может может он тебе опять но не в голову попал нет может у тебя магическая паника что у тебя за перку потому что он какой-то притягивающий стоит специально да конечно любитель получить как-то ты ну да я думаю что это особый мы видим слушай ну это вообще аномалия какая-то ну ну надо будет разбираться с этим вопросом так ну слава богу я хоть кого-то убил а то что я за разговорами не заметил как меня несколько раз нагнули а у других фракций есть какое-то любимое оружие мне вот карабин американский вообще обалденная вещь у американцев томсона а у немцев мг-32 ужасно нравится газонокосинку да да только очень быстро заканчиваются патроны хотя их там 50 штук видео я не знаю подставлены вопросом изменение голоса на отличие для наутича не знаю что они видят они часто это говорят ну что он ты был смешный нет у меня просто микрофон такой Я слышу, что это просто микрофон, часть частот отсекает. У меня тоже не такой голос. Я не знаю, у Гошана бегает, ему говорят, вот у тебя компьютерный голос. Ну, он часто к мне приезжает, играет. Ну, мы с ним играем. Когда он привозит свой микрофон, я просто, не знаю, я просто разрываюсь от счастья, потому что там голос у меня совершенно другой. Ну, это как бы эффект, так скажем, дешевых микрофонов, так что парни явно... Ну, да, микрофон у меня, если переводить в рубли, он, ну, максимум от 1000 рублей стоит, по нашим царам. Да, так что это его нормальные эффекты, для недорогих микрофонов. У меня он тоже пока не обзавелся, блюлете. Вот, так скажем, с тоже простого. Ну, все равно голос приятный, у тебя. Раз у нас впереди 8 марта, будем комплименты потихонечку отсыпать. Народ прямо обрадовался, когда-то появился, когда-то пришла. Кто-то писал, что у тебя приятный голос. О, что ты нам, нам еще. Спасибо. Пожалуйста. Да что такое, я чуть не понял, это человек невидимка. Деньжер, но на день. Так, ну что-то у нас цепь, цешку туда-сюда, она, и башку мы никак не можем. Я забираю цепь. Ты одна там, что ли, там, бабаха, что-то арену. Да, два. Два наружу. Сейчас я прибегу к вам. Ну, смотрите, парни. Ева на первом месте, 6-4 у девушки счет. 7-4. Уже 7-4, да. Я вот человек, который играет уже почти год. Ну, не год. Ну, да. Ну, грубо говоря, пускай будет год из низких месяцев. 3-5. Где-то в серединке. Так что, учитесь, парни. Вступайте в кланы, реально. То есть, хотите поднять свой уровень, там реально можно много чему научиться именно по тактике. Так, ц3 продавили, да, у нас ц4 захватили, потому что. У меня еще, у меня сейчас начинается проблема, для меня непривычно. Он, как бы, начинает подлагивать, подтягивает тоже, конечно. Железом вот на второй час стрима. Ближе к городу у меня тоже иногда бывает лаги. У меня просто их обычно нет, а когда стримливаю, они у меня бывают, возникают. Для меня это тоже, как бы, очень непривычно, потому что, когда я играю, ну, конечно, с ручком. О, АВС взять что-нибудь. Ладно, возьмем. Так. Ну, я посижу возле ц3, подожду. Я думаю, что с ц4 там... Надо на мой обижать. Думаешь? Блин, да елки-палки. Вижу, да, что он у нас уже. Я на ц3 торчу. Так, отвесил тут от бедра с мосинки. Любишь от бедра с мосинки раздавать? Кстати, да, зачастую этим пользуюсь. В приседе. Прикольно, да, получается? Тоже не вообще больно прям... Да, потому что у нас в снайпере восьмикратное увеличение, и в ближнем бою довольно трудные с нее цели. Угу. У меня прям, кто-то его схожи, такие ощущения, вот, как с мосинки с бедра и как с ПТРДхи машинку взорвать. Так, ах, радость такая напятывает. Прикольные такие выстрелы. Вопрос у тебя еще такой. Встречался ли ты с читерами в игре? С читерами? Ну да, с читерами. Некоторые пишут, что вот там читер, там, ясно, да, там кто-то жалуется. Вот тебе такой вопрос. Кто у меня не был, как бы, на стриме, в принципе, люди, там, руководители кланов, правда, и так далее, мне все говорят, что читеров не видели. Все это туфта. Вот. Я лично тоже читеров, как бы, не видел. Я видел какие-то непонятки в самой игре. У меня просто есть ощущение, что они читеры, но доказать этого я не могу. Ну, как бы, грубые факты. Да, может быть, просто игрок играет намного опытнее, чем я. О, слушай, привет. Блин, сзади собака, блин. И я тебя не прикрыл. Или ты живаешь? Да нет, я его убила. Убила? Блин, вы видели, мужики? Что творится вообще? Я мимо это самое пропустил. Вернее, я не пропустил, я был впереди, так же, как ты вышел из тюкан. Она его убила. Он меня, короче, наказал, но она его убила. Ой, какая хорошая у тебя Мосина. Да, Мосина моя такая нормальная, вообще. Самое прикольное там, да. Так, у меня на О1 два человека. Я понял, я сейчас тоже на О1. У меня тут полтора человека есть. Подранок один забрал. А, я на О2. Нас один. Рассказывает. Байки, блин. Что там, что случилось? Здорово. Комыч, здорово. Так. Блин, у меня что-то так залагало уже. У меня, кстати, вообще тоже дергают. Вообще, ну-ка, сейчас гляну, сколько у меня сейчас пинка вообще упал, не упал. В здании, почему-то, в ФПС не внести падает. У меня вообще сейчас 43, даже не в здании, а сейчас бегаю на улице. Ну, у меня это... О, первый раз встретил ездеход. Американскую. Вживую. Ух ты, засранец. Игрок ротор какой-то странный просто. Сейчас в упор в меня не попал. А когда я летела на С3, он меня снял с такого здорового расстояния, выстрелом в голову. Ну, бывает. Бывает. Ну, как бы случайность. Да, невозможно. Мы тут недавно с товарищем играли. Это прикольный замес был на карте город. На мосту. Ну, это надо было видеть. Сложно рассказывать, может, где-нибудь видео стало. Классный такой момент. Как ты считаешь, чего советам не хватает вот в игре, на твой взгляд? Как бы опытных бойцов. Опытных бойцов? Ну, ну, в этом все заголос. А как насчет техники? Можно исправить 34-ку, потому что у нее наклон о роде, по историческим данным, совершенно неправильнее, чем в игре. Слишком зауженный, да? У него вообще дуло не отпускается. Ну, я имею в виду зажатый, как бы, в определенных рамках. Убили меня на О1. Так, ну, я тебя догнал чуть по счету, более-менее. Но при этом нас нагибают, блин, по точкам, я смотрю, шикарно. В общем, у нас О1 и О2 сейчас, у нас, мол, сейчас выиграть. А я, ну, два не успеваю, добегайте меня, сзади десантники убивают. Ну, приземляется. Получается, сзади добивают. Угу. Бывает такое. Болен, десантники вообще золотой, кстати, гаража с десантом. Да, десант, это вообще золото клана, потому что без десанта никуда. Ну, да, да. Для клана это как бы золото, для... Как враги, это, конечно, большое зло. Вот, потому что десант сильно, да, решает сражение таких всяких. Ух ты. Особенно, когда он хороший, вот как сейчас против меня там, товарищ. Ты его замочалила с карабином, который меня до этого уже убивал разок. Или два. Пишут, переключаю убивать Богдана с Мосин. У него уже бомбит. Блин. Богдан, извини. Открывай бомболюк свою, бомбы свои сбрось, расслабься все нормально. Да. А какая у тебя кадышка, если не секрет? Кадышка? Кадышка, да. Убийство, смертью. Коэффициент. Не знаешь? Не, не знаю, но обычно как пойдет. Тогда три колебания. Я думаю, то есть ты статистику не смотришь, да? Бойца. Я не знаю, зачем мне статистика. Ну, я думаю, я думаю, что она неплохая. Явно. Чем лучше играю, тем лучше для меня. Ой, ну, молодец. Получаешь удовольствие, короче. Не всегда, но, да. Остандартно. Я думаю, что он 50 на 50 минимум точно. У тебя все бои нормально проходят, судя по тому, что ты сейчас играешь. А бой такой, ну, нельзя сказать, что прям сложно, нельзя сказать, что простой. Тебе пишут. Можно сказать, что такой прикольный тоже комментарий. Пиши, что ты стреляешь прямо в сердце. Да, ребята, он стреляет прямо в сердце. Везультативно играет Ева. 14, 10. Вон, с тобой одинаково. Братья по оружию в полном смысле слова. Только по очкам у тебя больше, потому что ты в захвате явно получше. Хотя нет. У меня три захвата у тебя была. За что у тебя больше очков? За то, что 8 марта. За то, что 8 марта. За него. Да, конечно. Просто я очень часто... Меня окружают люди. Я успеваю по всем пострелять. Ну, по там, получить по одному. По два очка за каждого. Ну, никого не убить. Ну, да, бывает, тут же таки расходу. Мне вот, с примера, сейчас было у меня... Такая-то, с двух сторон меня стреляли, я, получается, и десантника... Десантник успел пострелять и в бойца, который стоял сзади, но никого не убила. Опа, вот сейчас хорошо я проработал. Десантник в воздухе подстрелил еще при приземлении с ТТ-шкой. Мам, на. Так, весело. Так. Ну, что, надо... С твоей мосикой сидеть, кто? С моей мосикой сидеть. Ну, вполне возможно. Что, я ее... Сколько раз я ее? Десять раз терял. За бой, получается. Вполне возможно. Блин, пропустил. Да что такое? Человек. Человек-невидимка. Наступает, наступает, еще приближается, еще будто волна. Атака будет, сейчас. Так, возьмем-ка ППДшечку, моя. Здесь я вот от второго бойца качаю. У него ППШ открылся. Но ППШ я вообще сейчас не хочу брать. Потому что оно какое-то просто никакое уже. Мне тоже ППШ не очень нравится. Но на десантнике он незаменимый. Ну, да, наверное. С десантником тоже не играл. Я парень с кромнягом, у меня как-то пехота. Ух ты. Меня тут чуть-чуть не сдавили. Блин, вот взял. Взял ППД в руки. О-о-о. О-один берем. О-два теряем. Что ж такое-то, а? Бой, ребята, идет в инсценировке. Вот. Кто-то спрашивает. На сценировку играем, потому что как бы проще соединяться. В разы. Блин, как я не люблю на это О-один появляться. Да, это вообще непонятно где мне. Пока добежишь. Да. Что-то я растерял все свои, видите, все. Без твоего момента. Вот. Вообще нормально. Hello from Ukraine у чувака. Касавчик нагнул меня. По полной. Сейчас. ты на у 2 до пытаешься давить мы тут будем пытаемся один у меня что-то последние пять минут только убивают пять раз подряд чтобы убить замучился считать не помню томсом до прикольный автоматику живенький да ёлку палки ну смотрите парни его сирал в плюсе держит держит плюс блин сзади мочи его его не смог с ппдшки достать жду не дождусь когда у меня ппс тоже на этом бойцы откроется хотя бывает куда нормально получается на этом бойцы но все равно не вверх совершенства продули мы продули этот бой такое ощущение что я в минус на работе под конец карты зашел у тебя как там слабо меня так уже конкретно заметно начало не так подлакивала немножко так я щас наверное знаете как сделаю ну что ребята жмем готов задавайте кто нибудь там а он про спросит давай щас я добавлю так по-моему поверни так контрац добавим так 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 я расскажу что-нибудь интересненькое пока я так людей добавляю что ну не знаю что нибудь по игре может в какой-то случае там забавное там еще что-то там про оружие там про клан что у вас там в клане может быть нового там какие-то новости я смотрю вы там потихонечку растете и растете вот ну да с каждым днем все больше и больше число 2 ну да сейчас я подожди пожалуйста ну можешь меня чуть немножко еще потише сделать потому что я не могу вам говорить да конечно сейчас попробую еще чуть потише сделать так или если тебе удобно сможешь на кнопочку поставить звук не мне так вообще неудобно мне тут нет на самом деле так очень много кнопочек происходит всяких разных мне еще это если это еще будет это будет уже перебор так сейчас так лучше я тебя потише сделал Ева я так настолько тихо сделал что пропало чат отвечает так что если что я буду ну вот отвечать на вопросы только на отвече ну да ну да ребят остальные вопросы можете также будет гейм ютуб распоряжение я их озвучил я его так где где то у нас ближайшее что то что добавлял Алан по я тебя добавил где то есть кто ребят хочет поиграть давайте добавляйте по-быстрому так пишет бомбил или у меня от карабина да нет как бы не бомбил что бомбить то у меня вообще ну как бывает бомбит конечно бывает реально но сегодня нет сегодня нет не бомбил сегодня как то так на расслабовом я спрошу на танках гоняешь его нет ну если придется на глобальной карте то да конечно то есть реально на штанкисты круто ну да не зря с танков пришла ну в принципе ну точно так ребятки давайте давайте кто там кто там кто там нас вот трое тут висит доброта ел не кто с нами давайте присоедините ждем минутку ждем минутку давай тебе передохнуть не надо я вот так как да нет не не надо мне вот надо я буквально на 2 минуты давайте на 2 минуты переремся я тоже отойду за стаканчиком на кухне Все, я тоже стаканчиком. Тик, 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 тик. Ребята, ну давайте, если кто решился, пишите программу. Так, я тут. Ты пришла, все отлично. Ну, нам особо никто не шлет, что-то больше у нас как-то. Судя подздулся народ, подздулся народ, но строило их неудачу нашу последнего боя. То есть мы слили. Поэтому побежим в таком ставе. Доброта у нас здесь, ты здесь, я здесь. Никто не хочет, как хотите, парни. Тогда мы побежали. Так. Ну что, запускаем. Подбор боя. Слушай, ну, вопросик тебе такой. Почему ты не стримишь? Я бы подписался и смотрел с удовольствием, как и все мужики на нашей чуде-планете. Прикинь, вот такой вопрос тебе задают. Да, мне и братья предлагали уже стримить, и друзья, и подруги тоже, которые вместе со мной иногда играют. Но я не стримлю, потому что, я не знаю, я не скажу то, что у меня прям поставленная речь. Вот, к примеру, сейчас я часто заикаюсь. К примеру, я первый раз сейчас стримлю, и у меня вот прям эмоции сейчас. Вы просто меня не видите сейчас. И я сейчас нерваюсь, я сижу, и я не знаю, о чем говорить. Да, на самом деле, я тебя прекрасно понимаю, у меня уже не первый стрим, но тяжеловато. Все равно тяжеловато, особенно в процессе общения. Вот если бы даже не общались с тобой, то было бы, так сказать, легче в чем-то в игре. Вот, ну я думаю, в принципе, может быть, и действительно стоит попробовать. А, самая первая причина, почему я не стримлю, у меня ужасный компьютер и ужасный интернет. Понял. Так что, ребята, давайте сначала скинемся, короче, Еве на нормальный компьютер, короче, на 8 марта. Нет, спасибо, сама это работаю. Молодец, смотрите, какая независимая современная девушка. Так, ну что, я вот, я, наверное, на О. Я люблю А качать в сторону. Ты где? Ты не появилась еще? Смотришь, ждешь опять, да, вы ожидаешь? Да, вот я. Так, ну, у них то, мы появились, ну, поехали, да, в другую сторону. Попробуйте, ну, она поцикла свести. О, все, мы с тобой едем. Ева за рулем, круто. Рахат прислал свой ник, блин, дружище, ты опоздал буквально, там, не знаю, на несколько секунд. Могите, с удовольствием взяли в бой, тем более места были. Но у тебя есть возможность, смотри, какой пустой бой. Присоединиться, тут родной бой идет. Да, присоединиться. У нас идут два десантника падают, упали один на крышу. Давай, наезжай, здесь останусь. Так, одного снял. Это сержак, нам всем знакомый. Так. Может, там подъезжают мотоцикл немецкий, они там застряли в моем мотоцикле, так что можешь их расстрелять на подъезде. С удовольствием. Так. Ох, там не только мотоцикл, штук подъехал, подъезжает. Нет, Пантера подъехала. А у меня нет, ничего противотанка. Пантера у меня есть, у меня есть, у меня есть. И хитер. Ой, хитер. Блин, я не добежал, я его ссорим. Минус один танкист. Красава, не красава. Не красава, а красавица. О, точно. Так. Блин, не настроено точки А, но там четыре танка еще стоят. Да, тут техника. Смотри, у нас вообще не полный стол. Так, мужики, ну-ка быстро, давайте к нам в бой. Еву не квидите, мой не квидите. Давайте, присоединяйтесь. Смотрите, как нас тут просто пытаются зажать. Знаешь, что у нас такая прикольная тема есть? Можно отойти немного, подать именно О1 и О2, и пусть они между собой таблируются. А мы пока будем тихо-менько сидеть на Иксе и на О3. Ну, давай попробуем. Хотя вот я в таких боях не часто участвую. Я смотрю, у нас еще О2 уже зашевелилось. Я думаю, нам тут вообще очень жарко будет. Для победы надо забрать О2 и О1? Ну да, нам желательно хотя бы... Наверняка, да. Ой, у нас тут еще... Блин, я не воткнул. У нас тройной бой с американцами и с немцами. Я чуть не обратился к вам вниманию. Ну да, тяжелый бой, он будет длинный, скорее всего. Да. Короче, на О1, наверное, седаем. Видите? И начинаем ждать, пускай они кусаются между собой. У немцев явно преимущество в технике. По сравнению с нами это однозначно. Будет нам тяжело. Ну, к примеру, я вообще технику не могу взять. Ну, танки. Угу. Так, ну да, получается. Вот поэтому-то и места-то были, что-то я тупанулю. Так. Пишут, короче, пробуй, пацаны. Пишут, пробуй, привыкнешь. Вот. Ну, причина в том, что не хватает с техникой проблемы. А техника это, наверное, самое важное для стрима на самом деле. Чтобы стримить, нужен хороший компьютер. Ммм. Хороший. А желательно отличный. Отличный. Так. Так это точно не мой бой, потому что у меня пинг стоит 140 и я вообще никого не убить не могу. Ужасно. Ужасно. У меня логи сохраняются, но у меня это же, скорее всего, тоже напряг систему вопроса хороших компьютеров. У меня он просто хорош. Да. Да, жарковато. Жарковато, жарковато в этом бою. Странные бои вообще-таки тяжелые. Вот этим прикольная сценировка. А на глобалке бывают такие бои, кстати. Ммм, мне часто такие поисключаются, но наш концерт с таким боем не связывается, потому что мы играем не по центру, мы играем или на севере, или на юрне. Ах, не вовремя я убежал. Кстати, для колонок был огромный опыт, если бы мы играли на такие бояки. Так, Ренат там пишет, хочет добавиться. Может, дайте еще один добавлю. Сейчас я подобавлю. Так, дай мне чуть. Так, Ренат я подобавил. Может, подсоединиться. Тут уже американцы сюда подваливают. Так, у один. Начинается жара потихонечку. Уже не просто жарко, а жара. Так. Девоты где сейчас вообще. Ну, возле в один сижу. Узываю полу. У меня вот уже вот на задуманном возрождении. Чувствуются влаги. Прорвалась пантера, пошла на утреннюю. Ах, поймали меня. Советуют нам оставить О. Точку. Что взять, что взять, что взять. Ладно, пока сейчас носит отобегу. Может, только на ней у меня более-менее противотанковое есть. Так. Пытаюсь ответственность. Что там, это вообще все плохо. Вообще не могу сбегать даже. Сейчас я у себя гляну. Так, ну, у меня более-менее в норме. Я могу не в норме. Может, не знаю, может, перезагрузить игру, теперь запустить. Для тебя это не так критично, как для меня. Потому что, ну, бывает, действительно, сама игра даже бывает, ну, влаги. Особенно после всяких обновлений. После выхода всяких хот-фиксов начинаются проблемки. Эх, пантерка. Я бы тебя догнал бы. Да не догоню пешком. Так. Опа. Гиверчик. Как тебе гиверчик немецкий? Её. Чё скажешь? Ну, в хорошей сборке он довольно достаточно строго оружия. У него не должна быть максимальная скорострельность, потому что у него очень сильная дача. Угу. Ну, и мне, как снайперу, очень удобен прицел его оптический. Угу. Мне тоже нравится такая хорошая машинка. Очень-очень ничего. Так, что попробуем. Такой вот финтик сделать. Эть, эть, эть. Да что тут вот. Есть, ты залез. Так, вот тут пацаны, я сейчас покажу вам прикольную позицию. Иногда очень-очень хорошо получается. Здесь посидеть. Брак респается вот здесь, в этом домике. И в этих кустах тебя не видно. Чё-то никто не респается. Ну, вон. Прогуляемся. Ага. Несколько. Мичка, двичка. Убить. Так. Каким-то чудом пока на первом месте стоит. Реально чудом. Блин, О3, О3, О3. Возвращаюсь. Да, вот это у нас с тобой кидануло. По-жестому. Ну, интересно. Тоже, по-моему. Не чёшь тащить. Чё такое, ну? Чё-то я вообще не раздал. Со 110. 11, на 3. Блин. Егу пытаюсь подойти. Блин, ну, слились. А ёлки. Да, убили меня. Жалко. Жалко. Ну, парни все видели. Все видели бой такой вообще. Серьёзный был. Мы явно, как бы, по технике, наверное, точно подливали. Возможно, как бы, по составу тоже. У меня проблема была только в пинге. Ну, да. Верьте, ещё у Евы пинг. Давайте глянем, что там есть. Даже статистику прошлого года не показывает. А, он же ещё не закончился. Я думаю, мы ещё, наверное, каточку сыграем и отпустим Еву в клан. Я думаю, там, клановцы тоже хотят тебя видеть, да, наверное, соскучились тоже, может быть. Начну тоже поздравить, хотя рановато. Вот, ну, есть возможность начать. Так, Рин, сейчас тебе Рина добавим. Максимум скорострелец, говорит, наоборот, лучше. Нет, я не скажу этого, потому что на некоторых орудиях очень сильная тача. И когда ты начинаешь зажимать с оружием, тебя просто закидывают, и приходится стрелять очередями, и всё равно. Ну, вот, например, Штург-Гивер, это такое оружие, с которым надо стрелять очередями. Некоторые немцы зажимают и просто стреляют выше головы. Ну, да, да. Вот у меня такая болезнь, как бы, есть. И что-то как-то вот очередями у меня тоже тяжело отполучается. Рахат слушает, он пишет, что ты меня пригласил. А ты что-то где-то займись. Когда вы увеличиваете скорострелец, кстати, на своем автомате, вы тогда, не знаю, там, стабилизируете, сейчас скажу. Давай, может, действительно, что-то подскажешь по своим сборкам, что-то интересное. Ну, ого, дороже, можно так сказать. Контролировать отдачу. Лучше контролировать отдачу и использовать скорострельность, я не знаю, это нелогично. Не обижайтесь, конечно, но это тупо. Тебе плохо, ты слышишь. Ева. Я говорю, скорострельность не всегда решает. Ну, это, слушай, там в конце просто что-то у тебя с микрофоном было. Так, ну что, никого нет, все, короче, мы тогда пробежали. Ева, жмик, готов. Сейчас, вот, еще раз тебя посмотрим. Рахат. Рахат 0207. Выберите, собственно, из-за свободных нужд, а игрок уже подобрали. Ты где-то подобрал уже. Доброта готов, Ева готова. Никого у нас больше нет. Ну, не хотите, кто хотите. Значит, мы помчали последнюю тапочку на сегодня. И отпустим Ева. Она так бедолагом прибежала к нам с работы. Вот. Чуть-чуть у нас накладочки получились. Но ничего страшного. Воуна, Ева к нам пришла, мы поиграли. Вот. Пообщались. Познакомились. Лафан, ты опоздал. Пиши в игру, пиши, там, надо было писать, может, подсоединиться, а мой ник знаешь. Ну, ты-то еще тот игрок. Ну, это еще фигня. Я немножко сноровку уже потеряла, потому что в последнее время очень мало играю. Ну, да, тут, как говорится, действительно, как в спорте. Чуть-чуть там не поиграл несколько дней. Чуть-чуть. Да, это не велосипед. Да. Не сел, не поедешь. То есть, нам действительно ручки отбыкают, там, и так далее. То есть, все это так и есть. Если хочешь быть профи, то надо, конечно, каждый день рубиться. Во всех играх разная физика. Так что, если, ну, к примеру, ты играешь в КС, а потом заходишь резко в герои, сразу понимаешь то, что в героях целиться намного сложнее. Потому что тут все включено, там, движение тела человека, о дышках, вот. Да, я вот с тобой полностью соглашусь. Вот я именно, поэтому, кстати, в эту игру и пришел. Ну, вот именно систему прицеливания, то есть, именно вот эта сложность, скажем, она меня затянула. Ну, что же, и кто, и кто, там, вот, КС, там, Battlefield, второй, там, очень мне нравился, четвертый. Вот, а именно вот герой-генерал, вот, этим и отличаются, что действительно тяжело целиться, то есть, своя вот эта физика, вот это прикольно. Я когда пробовал в Battlefield поиграть, мне ужасно не понравилось. Ну, игра хорошая, но не моя, потому что очень динамичная игра. И просто не успеваешь что-то понять, тебе убивают справа, с левой. Так что, ребята, у нас последний бой. Есть вариант, возможность у нас еще вопросики позадавать для нашей гости, для геймерши Евы. Так что, не упускайте эту возможность. Так, ну, я вот на Цэшке появился, носки-то не могут, в принципе, народу. Сейчас, подвинемся. Нам больше половины команды. А не летаешь ты на самолетах, его как у тебя с авиацией? Нет, с авиацией мне все плохо. Я категорически против авиации. Управление довольно сложное для меня. Ну да, я как бы сам пытался летать, ну, в том плане, что если где-то бывает, находишь самолет, у меня это тоже все печально заканчивалось. Совершенно. Ё-кар-нэ-бабай, доброта, ты видел, да, как наступил? Какой там паразит. Паразит Комович. Ты же в тот раз играл за нас. Зачем ты зашел против нас, брат? Братишка, брат. Нормально же, официально. Ну да. А тут раз против нас. Все, парень, давай, поехали. Булки нечего мять. Я вот и где появилась у нас? Я на один еду. Ну понял. То есть СБ-шки хрёшь? Ммм, СЦ. А, тоже СЦ. Все, понял. О, у нас тут Д и СБ. Д и... Д и Ц у нас. Понял. Блин, да куда ты едешь-то, парень, блин. Зачем ты сюда едешь, я не пойму. За СУ-шку забрать? Меня привезли на верную гибель. Вот не люблю к людям, к чужим садиться в машину, в автомобиле. Да, соглашусь с тобой. Это очень часто плохо заканчивается. Вот сейчас как раз именно такой был пример. Забирай двое, нет? Давай двое. Сейчас тоже подтянусь. Тебя спрашивают, а этот ник всегда у тебя был? Этот ник? Да. Нет. Нет, да, даже я запомнил, потому что я вначале рассказывал, что аккаунт брата, да, там что-то такое. Нет, аккаунт мой, но потом он его забрал, как-то играл в него. Прокачивал. Да, прокачивал. А потом я его обратно заправил, ну, потому что ему немножко поднадоело. Ну-ну. Так, оккупируют нас товарищи. Смотри, я только подъехал к О1, и мне сразу не успел даже выгоняться. Там у ворот товарища Третьего со СТГшкой в районе самолета. Ты убил его, да, я смотрю? Молодец. Молодец. Я у всех опять убил, короче. Кстати, насчет брата, это не я находила клан КГБ, это именно брат нашего КГБ, и он играл с ними, ну, не знаю, там, полмесяца вроде, если я не ошибаюсь. Потом я ехал в Лондон, и я за место не выиграла с ними, и как-то, не знаю, стружились, и мне очень понравилось. Понятно. БДМФ пишет он, типа как с вождением, ну да, с вождением в этой игре тяжеловато, сам узнал уж. Но, не сильно сложнее, чем в Баттлфилде. Забираю, вот, давай сейчас буду, надеюсь. Давай, давай, тоже туда выдвигаюсь потихонечку, сейчас подлечусь. У меня какой-то поросенок подранья по пути. На крыше скачет хвостом. Угу, молодца. И носу. Угу, видал это минусы. Первый этаж заходит. Нет. Я, я, я только первый этаж зашел. Да, значит, это выкидали мне гранату. Не, я без гранат. Тут еще просто один другой. Ну, кто-то мне кинул немецкую гранату на второй этаж. Да, бывают у нас такие товарищи. Любители покидаться гранатами, блин. У меня вот с ними не особо тоже получается, я их стараюсь вообще не брать. Опа, первый этаж. Еще один сейчас за ним придет. Забрали первую. Еще один. Забрали. СТГ-хострящий беда. А, как это, это вот ты, дай, оторвал. Все, по-моему, я буду знать. Я уже напрягся, думаю, брак тут со СТГ-шкой бегать. Блин, чё, что это вы хотите теперь? Да что ж такое-то у нас, чтобы сегодня. Ты такой частенько или у тебя сегодня? Очень часто. Мм, понял. Ну, конечно, да, неприятно, безусловно. Когда начинается такая канительная. На аэропорте все нормально. Вот в городах обычно мне ужасно лагает просто. Блин, ребята, вы посмотрите на этот счет. 6-1 у девочки. Вот. Офигеть просто. Учитесь, блин. И у нее еще лагает, блин. Блин, да ты вообще мастер. Еще бы тебе там не взяли в кламму. Офигеть-то, играй. Я уже завидовать начинаю, честно. Со своими 2-2. Молодец. Я, наверное, поеду на третью линию. Да, конечно. Разбежалась. Танк убили. Да, танк есть тут. Танк есть. Сейчас скачаю ПТРДшника, чтобы справляться с такими вот этими танкистами. Ну, к сожалению, да, блин. Только не все танки можно иметь, ПТРД взять. С четверочкой-то тяжеловато бороться. Даже с ПТРД. А так, ПТРД, да, классная штука. Тоже мне очень нравится. Прикольно. Слава богу, что у Совета хоть она есть. Да, вот просто сейчас две... Тут просто очень тупых смерти у меня. У меня выезжают с респы в два раза. И меня сто штук снимет. Теперь сейчас ПТР сняла. На ходу птичу. Я не буду ничего не говорить больше про твой счет. Так. Чтобы не сговорить. Молчу. Так. Вот, третий раз. Блин. Вот я ворону. Я как бы, если честно, реально удивлен. Удивлен. То, что есть, оказывается, в нашей игре достойные девушки. Достойные играющие. Вот мне приятно, что именно ты у меня в гостях. Вот, потому что. Сегодня у меня там стоит куча. Не знаю, пыталось найти в герое генерала девушку. Ну вот, чисто так, просто пообщаться. Не знаю. Не нашла. Ну вот, я говорю, я тоже, как бы, немного было вариантов. Просто я случайно один раз там в переписке видел, что, оказывается, две девушки присутствуют. Я предложил, обе отказались. Вот. И у меня вот эта мысль возникла. Почему бы не провести такую стримкусь? Познакомить. Может, что, оказывается, не только все привыкли, что ребята, там, пацанята, школьники, мужички играют. Потому что специфики, это даже не контрол страйкер. Такая, вообще, так скажем, узко позиционированная линейка. Такая не совсем, так скажем, девичья. И вот такой удивительный факт. Да что такое? Меня прям станок опять уже нагнули. У меня 2.5. Я вообще красавчик. Так. Комич пишет, я как хотел за немцев поиграть. Нет. Все, мы тут больше не будем брать хулиган. То за совет, то за немцев. Нам тут бойцы нужны. У нас он кроме Евки никого не одни будет. Лопухи, короче, тут. Гоняем. Евка всех нагибает. Жалко, у меня танков нету, блин. Диман, ты попозже, ты опоздал. Пишешь, это девушка. Я же объясняю. Это девушка, геймер. Которая играет именно в герой-генерал. Не просто играет, а посмотрели на там вот вверху. Постоянно вот именно в этом бою, по крайней мере. И предыдущих тоже. Вот, и она еще в плане состоит. В таком достаточно хорошем. Явно не просто так она состоит. Потому что хорошо играет. Так что да. Блин, наконец-то я сейчас заберу один гадский танк. Люблю это занять. Ох, и двоих там накрыл. Прям радость. Прям радость, не насмотрел на то, что мне после этого убийство пыша. Да, у нас вроде средние танки ездят, но я почему-то не могу найти, наверное, все запито. То тоже бы дашь, покаталась. Да, я ездил. Ездил на солнце. В 85-к одном там, бедолага возле В1 там, кульция, вижу. Как-то результат у вас на менту. Так, ну займусь, наверное, техникой вот этой гадской. Вражеской. Потому что она, не люблю этих ребят, она нам сильно мешает. Так что я, наверное, возьму свой скрипящий газон. И пойду их искать. Заодно, может, кого-нибудь подавлю по пути. Если повезет, то всего так... В 85-ка начала работать вроде. Угу. Где-то, где-то? Где-то? Дурацкие лаги. Просто нет. Мимо меня немец пробежал, я из-за лагов не успеваю повернуться. Да. У меня у самого лаги не дернется, ребята, наобили. Странно-то, кстати, аэропорт вроде не такая забитая. Ну, туда, тут такой нагрузки, как бы, поединение должно, но графически. Хотя FPS даже меньше, чем в прошлом бою. Да, FPS более-менее нормально, у меня уже полкинника держится. Но у меня просто, видимо, уже тоже машинка подустает и сама от загруза. Мне кто-то говорил, что чем выше FPS, тем лучше. Не так? Ну, конечно. Конечно, безусловно, FPS как раз показатель стабильности, плавности картинки и так далее. А пинг это, получается, отставание, да? А пинг это, получается, задержка интернета, то есть, его и его, так скажем, качество интернета. А, вот тебе подсказку такую дает. Посмотри видео от Холи Шутера. Он тоже ютубер, я не слышал. Вот, у него есть там, как уменьшить FPS. Ой, вернее, увеличить что-то. В группе, я говорила уже. Попробую. Потому что многие написали, что, как бы... Говорят, то, что это полная фигня. Да, не знаю, там попробовали. Ваши сфорики, которых я знаю, говорят мне, что это полная фигня. Тебе играть не понравится, если ты снизишь, ну, отвесит, и вы повысишь FPS. Ну, получается, размыленные текстуры, вот, 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 все такое, ничего. Ну, графика, графика будет преподательника. Да, ужасно. Ты, как бы, вручную опускаешь разрешение экрана. За счет этого, как бы. Ну, посмотри у Холи Шутера. Меня у тебя Холи Шутер не бывает. Посмотри у Холи Шутера. У него есть другие еще способы, реально. То есть, то, что было последний раз предложено, это, получается, вариант именно, да, такой жесткий. Я так и понял, что это так работает. То есть, ты разрешение экрана уменьшаешь фактически. Вот. А есть другие варианты, то есть, там, грубые, там, фактически, настройка системы. Тоже говорят, что можно потянуть чуть-чуть. Ну, на самом деле, все это фигня, по большому счету, да. И если, как бы, действительно серьезные проблемы, нехватки, да, там, ресурсов машины, то вот тут. Вот чем ты борись, а все, кто играет в игру, они, они, как бы, знают, что. Она очень требовательна, очень требовательна, несмотря на визуальную простоту, но сжирает кучу ресурсов, связанного с недостатком оптимизации, к сожалению. Ну, да, вроде, эта игра простенькая, но все равно, что-то в ней нет там. Ах, вот это я, ребятки, видели, да? Ребятки, видели, что еще со мной случилось, но сду я танчик защиту. Так, я, наверное, поэтому не защищу и сцепи этот штурмовый самолет. Ну, да. Самолет штурмовый самолет. А, ты хочешь, а, зениточка? Истребительный. Ну, я понял. Ну, вот там я смотрю, вот сейчас ягода гоняет. Я тут давлю потихонечку, я не знаю, человек 4 или 5 задавил. Так, ну, не подряд, конечно, с периодичностью определенно. Они тут нашу Т-385 зажали в ангаре, бедолага, все прессуют толпой. Я ее отбиваю, который раз пытаюсь пока не... Спрашивают, какое у меня железо. У меня 660-я карта стоит. Вот. И еще там просто такой у меня, в принципе, нормально стоит. Ну, у меня нормально железо. Хотел бы, конечно, лучше, но нормально. Ну, вполне. Все, а минус один самолет. Молодец. Супер. Хороший новости, да. Чем по ТРД, это классно еще, да, качаюсь. Я, действительно, нету. Самолете, да, можно пощелкать. Правда, не так это просто, конечно. Я думал, тебе это будет нормально. С твоими навыками. Ну. Тоже достаточно весело занятие такое. Боевой дух хорошо подымает. Опа, видали, да, ребята? Вот так вот. Прикольно. Вот, на самом деле, можно очень много накладить фрагов за рулем газа. Просто садишься и разъезжаешь. Вот на этой карте это вообще идеальный вариант. Открытые площадки. Вот. Можно шороха навести. Нормального такого. Что-то летало три самолета, и все исчезли после первого сбитого. Я спрашиваю, я учу вопросик такой, а с ютуба у нас. Как тебе вартандр? Вартандр я тоже играла, но докачалась до уровня пятого, что ли, или какого. Я не знаю, но недолго я в него играла. Опыт есть. Я тоже играл вартандр, но я вообще на PlayStation играл. Когда он только появился в PlayStation, игр особо не было, был вартандр. Так, ну что, надо пойти в здоровье, пополнить поездки. Как всегда немцы, немцы вставляют слово Рома Борг. Совок с оптикой и Мосинка и классика жизни. Ну да, что, очень хорошая подборочка. Так же, как немец, да, с ТГшечкой, ребята, не, наверное, будет классичнее с МП-40. Ох, блин. Да нет, с ТГ вот как расковываешь, да? Пополни. Чувак ругается в чате, не видела, в игре пишет. На разрабов ругается. У него где-то танк на мель сел. Ну, видимо, где-то застрял в текстурах. Нам их и так, да, не особо-то хватает, чтобы их еще так глупо терять. А на этой карте, видела, тут всякие растения новые добавились. Ну, как бы добавили эти участки, там, в серединку, видела. Камушки. Да, да, камушки провозили. Какие-то эти, какие-то лопухи такие огромные, неискоричек. Ну, вот когда, вот, меня клан попросил, я немножко шарю с английским. Вот во время того обновления, когда выходили вот эта растительность, освещение, я переводила стримы разрабов. М-м-м, слушает сама. Ну, мне к тебе будет делать предложение. После стрима. Смотрите, тут ребята смотрят. Видят, нет? Удирает немец, короче, от нашего танкиста. Тот с лопатой за ним полкарта, наверное, бежал. Вообще приколюха была. Комович, это ты был, что ли? Нифига ты, лошара, блин. Ты что от него драпал-то? Ты его не видел, что ли, или что? Реально бежал, короче, наш танкист. А тот драпал, я не знаю, метров, наверное, 500 бежал от него. Прикол. Вообще. Так. Так что, видели классику советского оружия? Это вулкан Сталин. И злой танкист в шлеме. А вы говорите Мосинка. Ну, вот я с Мосинкой, видишь, как играю нормально тоже. Просто на газу, короче. Просто на газу раздаю и все. Сколько я уже раздал? 15-11. Ну, нормально подправил ситуацию чуть-чуть. Это было как-то печально вначале. Газом убиваю, а Мосинка тогда для устрашивания. А Мосинка, она мне, это, фартовая, знаешь, с собой вожу просто. Талисман, удачи. Ух. Там чуть не взорвали мой газ. Газ. Так. Вот он, я смотрю, завязался диалог между советами и бобрами. Чаке ютуба. Ох, вот это я сейчас плохо выеду. Там танк стоит. Это будет плохо. Ага. Ух ты. Они, короче, встали на линии А, там вдоль линии А, три танка стоят. Я еще пойду их забирать. Они прям такие сладкие там стоят. Блин, а что джипов начали больше? Ёлки-палки. Все джипы скатали. Не вовремя, ребята. Не вовремя. Я бы сейчас там мог бы забрать. У меня же... Я еще на газу эту пополнялку бы и припасы ввожу. Раз на одного поставишь, потом на другого, на следующий. Ну, глядишь, сразу мало становится через какое-то время. Ну, ладно, на велике подъедем. Мне что нравится в этой игре еще? Велосипед классная штука. В других играх же вообще такого я как бы не видел. Изобретение, так скажем. Очень оригинально, да. Да, во-первых, оригинально. Во-вторых, это бесплатно. Сел, поехал. Ну, как бы, да, там может быть не быстро. Но это тихо. То есть можно вот именно вот подкрасться, так скажем. Незаметно порогу. Это крутая штука. Крутая штука. Да-да, ты там. Дисол. Правильно произнес там. Без фанатизма. У нас все нормально. Поэтому игра такая. Что разная. фракция. Просто надо рамки держать определенные. Так. Ну и что, и где все? Чуть всех развалили. Я приехал в танки собирать. Их нет. Ну, так мне интересно. А, вон один пантерка. Пантерка, это вкусно. Ага. Так, ну давай сейчас разберу товарищ. Ну, уберу. Сейчас. Что ты на него смотришь, брат? Надо его забирать, надо. Вот так вот, смотри. Хома, милок, я сделал. Вот и все. Только не дали мне танк забрать. Ну ладно. Зато у нас еще две мины есть. Вон штука еще. Одного подожгли. Ну что, нормально ела вроде, да? Потихонечку. Ну да, потихонечку и нет. Сейчас у нас тут подарок прям. У нас тут вообще подарок. Жизнь. Прям. Я шел и респанулась пантера прям возле меня, короче. Есть, отлично. Прям вообще фартанула. Еще одна стоит, только у меня патронов нет. У этих. У них нет. Наутрию тут же нигде нету пополнялся будут боеприпасов, по-моему, да? Так вроде нет. Блин, уже нет. У нас тут есть. А где? Сейчас тут. Доправим. Там, по-моему, где-то посередине. А, да, 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 точно. В углу качистики, качи. Сейчас скажу, вот, нарезки тут фигачи парня. Вы видели, как из-за кого-то нету специально. Вообще-то, некоторые игроки даже специально заходят в инсценировку. Если когда нету серебра, берут мины, ведут на их точки главные, где рисуются танки. И заученные точки просто минируют. И когда, получается, танк появляется, сразу взрывается. Да, есть такое. И говорят, за танки очень много денег дают. Но и этого я не знаю. За танки, да, хорошо дают. То есть, реально, если заниматься, будешь собирать чисто танки, можно очень хорошо денежку поднимать. Я даже не знаю, на чем еще так можно денежку поднять, как на танках. Ну, единственное, что, конечно, самый вот кайф, самый кайф, это вот, если ты попадаешь, получается, с легкими танками, у тебя в руках ПТРД. ПТРД, скажи, она вообще очень экономная. Потому что на ней модули никакие не стоят. И ты, если выносишь легкие танки с ПТРД, подъем денег просто вообще такой колоссальный. Можно ее на урон увеличить, по идее, и поставить нашивку стальной кулак. Это, это... Там есть стальной кулак, и лучше всего сначала пехота ставить. Вот. И получается там патрон мощнее ставишь. Патрон и все. Там больше денег вообще, в принципе, ничего не надо этого, как бы достаточно. У меня ПТРД нет, я этого и не знаю. Ну, как бы, будет, да, вот, подсказывал. Вот у нас в плане только вчера, по-моему, был разговор насчет ПТРД. Какой ошибку ставить, и что ставить вообще на нее можно? Ну, можете мой материал посмотреть. У меня там вообще... Ох, меня поймали, наказали. Ну, молодец, еще правильно, взломчал. У меня там вообще же есть видео, я делал, простреливал технику вражескую, немецкую и американскую. То есть, зоны прострела именно с ПТРД. То есть, куда бить, куда не бить, против кого вообще не суваться. Против американцев вообще, в принципе, только легкие танки, и то уже начинается проблема с ПТРД. А так вообще стол прикольный. Я поначалу, когда она мне попадалась, когда вот там бегал, когда у меня не было, блин, дикий вот этот прицел где-то в сторону, такой необычный, так скажем, компоновка, да? Ну вот, но оказалась очень-очень аппетитная машинка. Так, слушай, а немцы-то получается выиграют? Ну да. Тем не менее. Я смотрю, О-1 нагибается, поэтому все, ну, переходим к активной обороне. Переходим к активной обороне. Тем более, газы закончились, веселье тоже. Вот, кстати, вот на этой карте очень хорошо тоже с ПТРД, тоже вот, как совет. Вот эти открытые пространства вообще идеальные для меня. Ага, так, забрали. И где бегаешь я? Так, я на два. Ну, возле два. Тут у них танки есть. Пантеру слышу, тут где-то возле нас. Возле один. О-1. Ну, вот два, я знаю, Пантера стоит и... Пазик. Пятый или четвертый, не разбираюсь в них. Блин, нет, брат, я не поеду с вами, нафиг. Такой компании, извините меня, вы мне не довезете. Да. Встречка, встречка, встречка. Чувак сидит за пулеметом. ТТ-шка, ТТ-шка, давай, раздавай. Ух, чуть ли не нет, сама. Народ спрашивает, что там про батальон слышно. Ты, нет, не заходил в нашу группу еще, в мою-то, скажем, в том числе. По батальону? Да, есть такой проект, интерес тоже, что это мировая война. Вот, только там графические возможности, конечно, будут покруче, чем у героев-генералов. Но ее еще пока нет. Вот они на Кейкстарте, там рекорды побили, короче. Вот. Сбор собираются, по-моему, 8 марта как раз, в месяц они собирали, 317 процентов собрали на вчера. Вот, у них первый стрим на днях недавно был, пока никаких особо материалов не показали. Но вчера еще вышла статья, вот как раз-то за переводом занимался. Вот. По поводу того, что там ждать, там и так далее. Вот. И, в принципе, перспективы хорошие, на них обратили внимание, что, получается, разработчики серьезные игр. Вот. И, скорее всего, сейчас предложение, они там на какую-то выставку поют, поступят предложения серьезные, то есть, с долей участия финансирования. И, возможно, действительно добавят все-таки советов, потому что разработчики сами в этом очень сильно заинтересованы. Вот. И ты не в курсе, да, Ива? Нет, это я не знаю. Ну, я скажу, что ты видела этой игры. Ну, короче, смысл такой, что вроде как аж четыре фракции. Потому что сейчас Германия и Америка по умолчанию. На Англию они вроде собрали в ходе кикстарта. Вот. И еще будет... Советы хотят добавить. Там даже девушки есть, игроки. То есть, по крайней мере, то, что обозначено было на видео. Вот этого не хватает, герой генерала. Да, это было бы прикольно. Так что это сам подписывайся еще на группу. У меня как раз те там по этому поводу будут предложения, потом по общению с ним. Там мне кто-то говорил, то, что когда она выйдет на СТЕМ, она будет стоить там чуть ли не 29 долларов. Ну, у меня просто в долларах все. Я понял. Пока как бы неизвестно, на самом деле, что там будет стоить. Мы там голосование проводили. То есть, информации какой-то на эту тему вообще нет. Вообще, по игре, в принципе, пока не очень много информации. Но, чтоб такая там по стоимости такого вообще ничего такого нет. Однозначно. Ну, визуально она мне очень понравилась. Ну, да. Она вот то, что как бы есть, где грубо, там, полтора видео. Выглядит достойно. Так что, надеемся, ждем. Видео я не видела, только с кроншотами. Ну, вот, есть, да. Есть там промо-ролики. И вот про совет. Как раз здесь вот видео. Два видео, да, да. Два видео, получается. Так что заходи, посмотри, прикольно. И подписывайся. Кстати, есть ссылки, кому интересно, кто смотрит стрим. Ссылки в описании есть под... В каналах. В стрим-каналах можете, в принципе, перейти, посмотреть по поводу проекта и подробнее. А у тебя в группах ВКонтакте нету? Ну, у меня группы ВКонтакте нету. Не сталкивались заводиться. Потому что, ну, в принципе, работаем с ребятами, плотно, так скажем, по героям-генералам. Жалко, что там будут скандалы, интриги, расследования. Я сама тоже в курсе, да, что большая группа начала распадаться. Вот. Раскололась, грубая. Ну, недавно большая группа, грубую, там разбилась фактически на три. По героям-генералам. То есть есть команд по героям-генералам сообщества. А, основная официальная, да, которая? Или фан-группы? Ну, да, ну, неофициальная фан-группа ВКонтакте. Да-да. Вот, она развалилась, то есть там, грубая внутренняя там... Я отличаю от того, что там она развалилась, я не знаю, мне кто-то говорил, что там какой-то админ пошел или что-то в этом роде. Ну, там, да, там вообще такая... Глупость просто человеческая. И алчность в итоге. Алчность победила, короче, глупость. Вот так вот. Да давайте к Лесе, елки-палки. Мы тут очень долго с нашим чуваком катались на мотоцикле. Ох ты. Который с нами играет. Архат. Да, Архат. Ага, вот, 10 минут. Блин, заездили. Прикольно получилось. Пока рассказывал про батальон. Ну, и получается, в принципе, как бы, все видео, в принципе, там размещается. К сожалению, уже не в большое, потому что я попал под санкции, так скажем. Так как я поддерживал вот Алексея Игнатушеву. Блин, у меня вообще какие-то страшные лаги, но, видимо, потом с собой закончился. Я попал под санкции, поэтому и мое видео не размещается в основной группе. Так что, ребята, если хотите, подписывайтесь просто на мой канал, либо у Алексея Игнатушева. В принципе, все мои видео, новости, стримы, там все эта информация есть. Так что так вот. Ну что, Ева, по-моему, неплохо у нас получилось, несмотря на то, что там подвижки были по времени. Ну, как говорится, с мальчиками размелись, побегали. А для девушек это вообще нормально, в принципе, опаздывают. Так что никто не обижен. Вот, все в порядке. Было приятно с тобой побегать. Я, если честно, реально удивлен, так скажем, то, что ты не просто, так скажем, девочка, которая там бегает с пацанами, там играет, ты действительно неплохо играет. Вот. И я как раз хотел такого гостя, и мне очень приятно, что это была ты, мои, так скажем, надежды по этому стриму опроводались. Да, еще по мерзу у меня побольше было. Ну, это как раз для тебя тренировка. Слушай, вот, люди правильно говорят, попробуй действительно, так скажем, появится возможность улучшить свои технические возможности, попробуй действительно, может, постримить. Вот. Потенциал у тебя явно есть с речью, все наладится, поверь, это как бы такие вещи, которые очень быстро проходят, так скажем, быстро научишься разговаривать. Видишь, что даже я запинаюсь постоянно. Так что это не самое главное, так что это не самый главный главный контент. Вот. Ну, тебе успехов на полях сражений, вот, давай не бросай, не бросай на свою игру, вот, не бросай клан, продолжай играть, играть, так скажем. Вот. Но так как у тебя, говоришь, время стало поменьше, я думаю, желание будет появляться. У меня сейчас тоже время намного меньше становится. И я вот, когда время есть, обязательно за нее сажусь. Вот. Ну, а как девушку, я хочу еще раз поздравить с наступающим 8 марта. Вот. Тебе любви и понимания близки. Вот. Остальное, я думаю, у тебя со временем появится. Ты, я смотрю, независимая девушка такая современная. Вот. Все у тебя будет в порядке. Молодая, перспективная, так скажем. Так что, ребята, если кто запал в ходе стрима, пишите. Знаете, где ее найти. Спасибо за теплые слова, конечно. И спасибо чату. Чат давайте поактивней. Не подводите РС, потому что чем больше вы задаете вопросом, тем больше тем для разговора. И вам не скучно, и ему не скучно. Ну да, и просто живее общение, просто в общем интересный стрим получается. Все это зависит как раз от вашей активности в том числе. Вот. Ну, всем, ребята, тоже спасибо. Подписывайтесь на канал. Стримы более-менее регулярно продолжают делать. Так что, приходите. Рад всех видеть. Есть какие-то идеи, пишите. Я человек достаточно открытый. Кто со мной общался, тот знает. Так что так вот. Спасибо. Все, ребятки. Давайте удачи. Не забудьте поздравить также своих дам.